В огромной мусорной куче, которая вот уже второй раз становится героем рубрики «Генеральная уборка», тоже нашлось место автохламу. Старенький москвич валяется без дела, а вот в кабине отдела местные ребятишки устроили себе штаб. На прошлой неделе наш корреспондент Светлана Кель пыталась выяснить, почему более полугода с улицы Совхозной не вывозят мусор. Сегодня она все же получила ответы на свои вопросы. За четыре дня с момента нашего последнего визита на этой мусорной свалке мало что изменилось. Но разве что благодаря сильным порывам ветра ее территория растянулась на несколько метров. На протяжении последних пяти месяцев жители улицы Совхозная мучает один вопрос. Когда же к ним во двор приедет мусоровоз и бригада дворников? За 35 лет тут два раза ЖКХ, когда еще было в лесобазе, вот тогда убирали досконально. Больше никогда. Оплату берут, а уборки нет. Завозят сюда, кто как мусорку здесь открыли, до мусорки не доезжают, все оставляют здесь у нас. Помочь жильцам разобраться в этой мусорной истории приехали сотрудники управления ЖКХ. Как выяснилось, на сегодняшний день Совхозная бесхозна с точки зрения коммунального обслуживания. Этот район не относится ни к одной управляющей компании. Жильцам разъяснили обратиться специализированной управляющей компанией в Автомик для заключения договоров на вывоз ТБО. То есть решение остается за жильцами. На сегодняшний момент у них нет заключенных договоров ни с управляющей компанией, ни с Автомиком на вывоз мусора. Специалисты управления знакомили жильцов с тарифами предприятия Автомик Плюс на вывоз твердых бытовых отходов. Так, на сегодняшний день стоимость уборки одного кубометра ТБО на человека составляет 731 рубль. Теперь дело за малым. Жители Совхозной должны лично заключить договор с обслуживающей организацией и ждать, когда же и на их улице наступит праздник чистоты и порядка. Надеюсь, что уберут вот эту кучу мусора, что детям будет где играть. Уже на этой неделе жители Совхозной планируют заключить договорные отношения с Автомиком. Так что в ближайшее время местной детворе, скорее всего, придется проститься со своим штабом, который долгое время был единственным местом их игр и развлечений. Светлана Кельмак, Семячин, программа «Время местное». Семячин, программа «Время местное»